Добрый день, Катя! Привет! Привет всем! Меня зовут Катя Ржова, и я буду представлять вам рубрику «Язык хвоста». Катя, расскажи, пожалуйста, о чем будет сегодняшний выпуск? Так, сначала скажу, что выпуск у меня будет проходить два раза в неделю, и мы будем встречаться в эфире для того, чтобы поговорить о тех, кто радостно виляет хвостом при виде человека, кто готов играть все дни напролет, и кто с огромной радостью бежит навстречу ветру. Конечно же, о наших четвероногих друзьях. И сегодня мы немножечко поговорим о том, как собаки вообще появились в лагерях наших в Карелии, и как появились первые программы с собаками. Слушай, я на самом деле с радостью хочу послушать об истории создания хаски-парков наших. Вот, скажи, а почему именно ты вызвалась вести эту рубрику? Ну, на самом деле я не вызвалась, а, скажем так, мне очень крупно повезло. Я с самого детства, мы с сестрой выросли с собакой, и нам папа подарил собаку, это Ньюфаундленд, огромный такой пес, или еще водолаз эту собаку называют порой, точнее. И получается, собака с самого детства для меня, ну, прям такой настоящий друг искренний, преданный, который всегда рядом. А в 2018 году, когда я пришла работать в лабораторию путешествий, появился новый проект Юный Каюр. И как раз набирали инструкторов, кто будет работать с детьми и с собаками. Я, конечно же, была в первом числе, очень хотелось мне, так как, ну, работа у нас разъездная, большую часть времени мы проводим в походах, и свою собаку у меня нет возможности завезти, к сожалению. Вот, и поэтому работа в каскет-парке с собаками и детьми, у меня больше не работой, а наградой такой. Вот, и, ну, собственно, я говорю, мне просто повезло, что я с ними работаю. Вот, ну, в принципе, я и так в свободное время, даже когда у нас нет кружка, я просто приезжаю туда к собакам, побегусь, покататься, мелцебелье, просто в вольер к ним дойти, потому что, ну, они реально чудесные создания. Катюш, скажи, а ты знаешь, как возникла идея организовать вольер в лагере в Карелии? Сколько было сначала собак и каких пород? Почему именно их породы? Знаю. Благодаря интересному рассказу нашего директора в лаборатории путешествий Матвея Дмитриевича Коро, вот он мне рассказал, я сейчас с вами поделюсь. На заре существования лагеря в 2005 году лагерь посетил губернатор Карелии Сергей Катанандов. Ему очень понравился лагерь, но у него был один вопрос. Он удивился, почему лагерь работает только в летний период и нет никаких программ теми. Ну, это было первой предпосылкой. А второй предпосылкой друг, общий друг Матвея Дмитриевича и Дмитрия Игоревича Коро, Пол Шурке, который живет в Америке, в штате Миннесота. У него есть свой небольшой бизнес, который связан с путешествиями как раз-таки на собачьих упряжках, большой опыт работы с собаками, и он тоже посоветовал, как бы, почему бы в Карелии не сделать собачий питомник, как раз условия подходящие. И вот именно, наверное, эти две такие вот предпосылки толкнули на то, что были куплены первые четыре собаки. Они были куплены в московском питомнике. Потом кончик по одной по две собачки докупали. Две, кстати, даже были привезены из-за границы. Почему выбрали именно по роду хаски? Ну, во-первых, эти собаки очень красивые, они очень добрые. Может быть, не такие стильные, как вот, ну, с точки зрения нездового спорта, сейчас Метисы выходят на первый план, и тем не менее. Основной это ориентир был именно на детей и на путешествия. Поэтому нужна была 100% добрая собака. Сибирский хаски подходит, да, под этот критерий. Нужна была симпатичная собака, чтобы детям нравилось. То же самое подходит. Ну, и, получается, собака должна была тянуть упряжку, поэтому сибирские хаски в этом отношении идеальный вариант, скажем так, собаки. И сейчас, кстати, давайте посмотрим небольшой ролик о том, как выглядит бальер в Карелии сейчас. Вот. Хаски — это уникальная порода, у которой отсутствует инстинкт агрессии к человеку. То есть их можно там тискать совершенно вообще, не боясь ничего. У нас всего четыре вольера. Два вольера с мальчиками, два вольера с девочками. Они живут у нас отдельно. Вообще в вольере у нас присутствуют две породы. Есть сибирские хаски, есть чукотские ездовые. Собаки все относительно ладят друг с другом. И отдельно у нас живут щенки в отдельном бальере. Договоренность с ветеринаром из ближайшего города Костомукши, она к нам приезжает стабильно раз в две-три недели, ну и по необходимости по запросам. На самом деле, очень часто мне задают вопрос о том, есть ли у тебя любимая собака. Конечно, нет, потому что я их всех там воспитала с малышей, когда они у меня еще в ладошку убирались. Про каждую можно рассказать что-то свое особенное. У каждой собаки свой характер. Такие там индивидуальные особенности. Кто-то может отказаться от еды, из-за обиды на то, что его не взяли на прогулку. Например, вот у нас есть плора. Это у нас, так скажем, мажак женской части собачьего населения. Это самая умная собака из всех, которые я встречала в своей жизни. И у меня вот конкретно был случай, когда мы возвращались с прогулки зимой, и была сильная метель, забело все дало, уже было темно, ничего не видно. Лора, в общем, вывела к лагерю меня и всю упряжку. Есть у нас хулиганистые с балмошной особи, которые часто дерутся. В Загре, например, есть там у нас один такой рыжий красавчик. Для всех групп, то есть неважно, в какой они идут, поход водный, пеший, велосипедный, у них программой предусмотрено занятие с собаками 2 часа. То есть они приходят, я рассказываю, о правилах поведения в вольере, техниках безопасности и так далее, и так далее. После этого они заходят в вольер, знакомятся с собаками и выбирают себе собаку, с которой, собственно говоря, хотели бы они совершить прогулку до озера. После этого мы учимся надевать специальное снаряжение на собак. То есть ребята все это делают сами. И потом идем на прогулку. Больше всего меня поражает процесс выбора собаки, потому что вот казалось бы, ну там времени дается, ну не так уж много, там 10-15 минут. Но 98% детей выбирают собаку, похожую на себя по характеру. Вот это удивительно. Осенняя и зимняя программа, она вся построена на собаках. Пока не выпал снег, это те же самые пешие походы с собаками. Зимой, когда появляется снег, то это уже упряжки. Каждый ребенок пробует себя в роли каюра в обязательном порядке. В процессе похода, конечно, в первую очередь ответственность. Ну наиболее всего развивается, потому что, да, то есть собака там не просто идет, ее же нужно еще накормить, поить, обязательно следить, чтобы у нее всегда была вода, чтобы она там нигде ничего шлейка не натерла, вообще там следить за самочувствием, вычесывать. Ну и, конечно, как бы начинается с того, что вроде как дети такие немного шалопаи приезжают, а после похода вот у них появляется какое-то такое серьезное чувство ответственности за собаку, с которой они выбрали в поход. Кать, слушай, расскажи, пожалуйста, какие программы вообще есть, и какие из них появились самыми первыми с собаками в Карелии? Ну, с собаками в Карелии есть программы зимние, есть летние. Первые появились как раз зимние программы, как уже я рассказывала, да, необходимо было придумать какую-то вот, ну, чем-то занимать, скажем так, детей зимой, и первые зимние программы с собаками. В чем они заключались? Группа, да, детей, два инструктора. Один инструктор шел с детьми на лыжах, а второй инструктор управлял нарками, нагруженными. Смена начиналась у детей перед Новым годом, они туда приезжали в конце декабря, отмечали там Новый год, у них там был действительно настоящий праздник, Снегурочка, Дед Мороз, и на следующий день дети уходили вот как раз в поход. Такую, скажем, зимнюю сказку. Ну, зима проходила, да, собаку, можно получать, занимать, у них огромное количество энергии, и как раз-таки тогда и разрабатывались вот эти летние программы. В настоящее время существует две летние программы с собаками. Это «Отважные искатели» и «Программа по пути с Хаски». «Отважные искатели» — это программа, которая рассчитана на ребят 10 лет, и, скажем так, для детей, которые еще не определились, они хотят ходить в водные походы или в пешие, потому что эта программа, ну, у тебя она состоит в двух мини-походах, в обмор походах и в пеший поход с собаками. Программа же «По пути с Хаски» — это чисто пеший поход с собаками. Но на самом деле более подробно об этих программах можно почитать на сайте «Большое приключение», там рассказывается и продолжительность программы, и на ее наполняемость. Там можно более подробно о них узнать, об этих программах. Кать, скажи, пожалуйста, а как возникла идея построить в Москве Хаски парк? Откуда были привезены собаки? Из Карелии или новых завели? Ну, все как бы началось с того, что в 2013 году была разработана программа по социализации и реабилитации детей с ОВЗ инвалидностью, которая получила название «По пути с Хаски». Могло было, конечно, возить детей в карьеру на осуществление, на реализацию этой программы, или был вариант привезти несколько собак, там, 10-13 собак в Москве, и привезти эту программу для большего количества детей здесь. Елли привезли собак, прогресса, мне она очень понравилась, администрация парков Сокольников тоже была в восторге, и они решили поддержать, и решили часть собак из Карелии привезти в Москву, и так, собственно, и появился Хаски парк. В настоящее время в Хаски парке проживают 22 собаки, и вообще сама территория парка – это такой отдельный удивительный мир, в котором можно посетить герангу, чум, капище, даже настоящую полярную станцию. В парке работают кинологи, экскурсоводы, то есть, может, когда прийти, вам проведут экскурсию, расскажут все о собаках, проведут вас в вольер, могут устроить вам прогулку с собаками, ее как видок трекинг, водосессии с собаками, зимой там катают на нартах. То есть, на самом деле, там каждый найдет себе по душе какое-то занятие, всем любителям собак обязательно посещение, очень рекомендую. Гать, расскажи, пожалуйста, поподробнее про программу «По пути с Хаски», чтобы наши зрители тоже понимали, о чем идет речь. Как я уже говорила, эта программа существует с 2013 года и реализуется по сей день. Получается, вот уже 8 лет эта программа существует, проходит она в день и в день, в день и в день, в день и в день, в день и в день и в день. Группа детей из московских школ с ОВЗ-инвалидностью приезжает в Хаски-парк и принимает участие вот в этом проекте. В чем он заключается? Это такой интересный квест, когда дети путешествуют по различным станциям. На протяжении всего этого квеста их сопровождают собаки, то есть они сами с ними идут, гуляют, учатся одевать на собак шлейфу, одевают на себя пояс, и от станции к станции они перемещаются с собачками. На каждой станции они выполняют какие-то интересные задания, но на самом деле это такой очень искренний, очень цеплый, интересный проект. Я его сама очень люблю, участвую в нем уже второй год, такой цепляющий задушок. Его очень ребята ждут и любят. И, кстати, мы сейчас можем с вами посмотреть небольшой ролик вот с одного такого проекта, как раз вот в Патисхарске, он, наверное, больше передаст атмосферу. Это проект. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok